МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четверг, 16 апреля. И с вами, как всегда, в это время на телеканале РТВ программа Курзомского телевидения «Взгляд из Венспилса». События, люди, мнения. Студия Леся Пшененко. Здравствуйте. Сегодня из нашей программы вы узнаете, какие строительные работы ведутся на территории, где строится Центр инноваций и науки. Мы расскажем вам о том, что происходит в Олимпийском центре «Венспилс». И окунемся в прошлое, когда детский городок носил имя первого космонавта Юрия Гагарина. Эти и другие новости «Венспилса» в сегодняшнем нашем выпуске. Несмотря на объявленную в стране чрезвычайную ситуацию, работы на строительных объектах в «Венспилсе» продолжаются. Один из таких объектов – Центр науки и инноваций на улице Рупна-Тибас-2. Строительство началось в 2019 году, и Курзомское телевидение постоянно следит за ходом работ. Сейчас ведется бетонирование и возведение каркаса здания. Завершены работы по периметру первого этажа. «Были небольшие сложности с бетонированием фундамента. Была теплая и влажная зима, пришлось повозиться с грунтовыми водами. Но мы справились. Теперь будем заливать бетоном перекрытие. Итак, этаж за этажом. Здание поделено на две части. В одной части один этаж, там будет еще терраса. Во второй части пять этажей. А потом уже начнутся фасадные работы. Одновременно ведутся работы по благоустройству. Строится автостоянка и благоустраивается территория вокруг здания. Чрезвычайная ситуация не особо повлияла на ход строительных работ, но на объекте также принимают дополнительные меры безопасности. При входе на строительную площадку размещены информационные плакаты о том, какие правила надо соблюдать работникам на стройке. Раньше при входе и выходе с площадки мы использовали отпечатки пальца. Теперь же мы перешли на индивидуальные электронные карты. Также на входе размещены дезинфицирующие средства. И соблюдается дистанция в два метра. Еженедельные собрания, которые раньше мы проводили здесь, на месте, теперь мы проводим отдаленно, при помощи видеоконференций. Руководитель проекта Райду подчеркнул, что по сравнению с началом года объем работ сильно увеличился. Сейчас как раз один из активнейших этапов реализации проекта. Застройщик нас предупредил, что могут быть задержки с поставкой некоторых строительных материалов. Но на данный момент все идет в срок. В ближайшие 2-3 месяца проходят работы по бетонированию. И ничего не говорит о том, что будут задержки. В начале работ все бетонные сваи были протестированы. Также проверяются и все материалы, используемые на объекте. На каждой имеется соответствующий документ. Они должны быть сертифицированы. Первые проверки бетон проходит еще на заводе. Заливают бетонный куб и в течение 28 дней его испытывают на прочность. А если говорить о проверке бетонных конструкций, то арматурные каркасы проверяются на соответствие строительным нормам. Отчеты о проверках заносятся в строительную документацию. Ежедневно на объекте находятся 2-3 специалиста по стройнадзору. Всего таких 7. Каждый отвечает за свой участок работ. За строительство дорог, за проводку электричества и так далее. Так, например, бетон проверяет на твердость, выносливость. Но в целом это делается для того, чтобы еще раз проверить качество. И объект был надежным. Общая стоимость проекта около 20 миллионов евро. Как уже говорилось ранее, в рамках этого проекта появятся новые рабочие места. В понедельник, 13 апреля, в Венспилский порт из шведского порта Нинесхамн с разрешения министра сообщения Латвии прибыл паром, который доставил в страну 151 пассажира. На данный момент государственные границы для пассажирских перевозок закрыты. Подобный этому рейс был организован ранее, 29 марта. Пассажиры на территории Венспаса находились под особым контролем, поскольку они прибыли из стран, зараженных вирусом. У сошедших на берег не было возможности посетить автозаправки и магазины. В сопровождении полицейского конвоя они были вывезены за пределы города, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Все пассажиры на пароме заполнили анкеты, в которых указали цель возвращения, подтверждая, что у них отсутствуют симптомы заболевания и обещая, что по возвращению проведут 14 дней в самоизоляции. В этом случае люди могут выходить из дома, но им следует соблюдать дистанцию в 2 метра. Государственная полиция призывает, если у вас есть информация о возможном нарушении закона, несоблюдении правил самоизоляции или же карантина, звони 1-1-0. У детского городка когда-то было другое название – парк Гагарина. И он мог гордиться современным на то время постаментом – головой Юрия Гагарина. Оказывается, все эти годы каменная голова первого космонавта находилась на складе Венспилского коммунального хозяйства на улице Саулес. Комиссия по развитию Венспилской городской думы приняла решение вернуть памятник Гагарину, и он будет размещен в Ирбанне. Он был демонтирован, помещен этот памятник на складе. Как вы знаете, за последние уже почти 10 лет прошло, проводились очень большие работы по реновации радиоастрономического центра, по реконструкции, модернизации, построили новую еще антенну. И сейчас ВУЗ предложил, когда он принадлежит к центру радиоастрономии, чтобы, может быть, памятник Гагарину было бы правильное место в радиоастрономическом центре. Мы с этим согласились, комиссия согласилась, и сейчас надо разработать проект, эскизный проект, найти место. В 1968 году после гибели Юрия Гагарина сад отдыха был переименован в честь Гагарина. Ну а теперь это детский городок. Памятник Юрию Гагарину прекрасно вписался бы в структуру международного радиоастрономического центра Вырбанны. Правда, на данный момент на это нужно выделить средства и продумать художественную концепцию. Исторически скульптором этого памятника считается Гайда Грунберга, а автором архитектурной концепции – Ольгерц Крауклес. Когда в Латвии началось распространение коронавируса, все общественные, культурные и спортивные мероприятия были отменены, если на них присутствовало более 50 человек. В марте ситуация изменилась, и меры безопасности были усилены. Венцвилдский олимпийский центр сейчас закрыт, в помещениях проходит уборка. Спортивная школа, спортивные клубы, тренировки – на данный момент все закрыто, и на нашей спортивной базе ничего не происходит. И это, конечно, в значительной мере влияет на нашу хозяйственную деятельность. Какие ваши источники финансирования? Это соревнования или это аренда помещений? Большая часть финансирования – это аренда помещений. И, конечно же, оплата за использование спортивной базы. Чрезвычайная ситуация начала быстро меняться с 13 марта. Первоначально в олимпийском центре были закрыты помещения для занятий спортом, а после 30 марта – все спортивные занятия и игры. Тем не менее, индивидуально тренироваться может каждый желающий. Открытые спортивные базы. Они могут работать. Как вы видите, большая часть нашей спортивной базы – это стадион, скейт-парк. Это составная часть городской инфраструктуры, у которых нет ограждений, заборов, которые мы не можем закрыть, иначе нам надо поставить ограждения. Юргис Лепенекс отметил, что спортивные площадки не закрыты и не будут закрыты. Каждый может заниматься спортом, бегать и выполнять индивидуальные спортивные программы на территории футбольного поля Парвента, скейт-парка и стадиона Олимпийского центра. Подняться можно даже на Лемберга-Хуте. Но нужно помнить, находясь в таких местах, надо соблюдать дистанцию. Так определяет закон. Это, конечно, отразилось на больших клубах – на футбольном клубе «Венспилс» и на баскетбольном клубе, которые являются нашими крупнейшими арендаторами. Однако у жителей «Венспилса» возник вопрос по поводу тренировок футболистов на стадионе на улице Кателю. Ведь Латвийская федерация футбола призвала воздержаться от различных сборов, и в марте были отменены все футбольные матчи. Это была команда футбольного клуба «Венспилс». Это была тренировка команды. Это не была игра с другой командой. Обычная тренировка, на которой тренер, основываясь на тактических задачах, решил разделить команду на две половины для выполнения упражнений. В футбольном клубе «Венспилс» сообщили, что тренировки сейчас проводятся индивидуально, поскольку спорт – это работа футболистов. Это указано в трудовых договорах, что тренировка – это работа, а не простые занятия. На данный момент Венспилский олимпийский центр надеется на государственную поддержку. На сегодняшний день латвийским предприятиям предоставляют финансовую поддержку на время вынужденного простоя. Критерии поддержки региональных олимпийских центров отличаются и еще не до конца понятны. Чрезвычайное положение, объявленное для снижения риска распространения COVID-19 в Латвии, продолжает вносить свои коррективы в привычный ритм жизни жителей страны. Есть люди, которые потеряли работу, есть и те, кто получает пособие по-простою. Ситуации у людей разные. Например, продавцы в супермаркетах продолжают работать, соблюдая все необходимые меры безопасности. Изменения затронули и работников предприятий, и различных учреждений Венспилского самоуправления. Но они работу не потеряли. Конечно, все поменялось, но люди продолжают работать. И те, которые сейчас не могут выполнять свои прямые обязанности, они делают что-то другое, но все равно полезное. Вот, например, музей. Он продолжает работать, хотя сейчас и нет посетителей. Несмотря на это, работают исследователи. Начаты три новых проекта. В музее проводится различная хозяйственная деятельность. Продолжают работать реставраторы. Специалисты музея не потеряли связь со своими потенциальными посетителями. И всю интересующую информацию можно получить в виртуальной среде. Цикл «Исторические вторники» подготовил много интересных рассказов. Например, о побеге из тюрьмы и о уникальной личности Роберте Берзинше, псевдоним которого был Таутмелис. На домашней странице Венспилского музея в интернете можно узнать и о математике, и о реставрации лодок в Приморском музее под открытым небом, и о многом другом. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До завтра. Предприятие Венспилского самоуправления «Венспилс Лаби и Картошина» Комбинат сообщает, что в связи с большим интересом со стороны жителей города к использованию крупногабаритных контейнеров продлевает акцию по аренде контейнеров до 21 апреля. Акция предусматривает аренду больших контейнеров с 20-процентной скидкой. Заказать контейнер можно по телефону, а оплатить эту услугу через свой интернет-банк. Контейнеры сдаются сроком на три дня. Контейнеры субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok